Здарова, Вульпес на месте. И это уже третий ролик из серии Кратко Про Дивинити 2 Кровь Драконов. Прошлый закончился на том, что мы отжали себе вот эту шикарную башенку у старого некрофила. Но не успели мы обжиться в новой халупе, как снова явился Диман и начал беспредельничать. Наслал на нас свои летающие крепости и отравил весь остров стражей. На нас напали! Скорее! Камень дракона за этой дверью! По-быстрому хватаем камень драконов и, наконец, обретаем способность превращаться в крылатую ящерицу. Кайф! Крепости, кстати, из себя вообще никакой опасности не представляли. И разнес я их буквально за минуту, после чего продолжил осматривать свои владения. Башня на самом деле, ну очень крутая. Понятно, почему дед так не хотел с ней расставаться. Тут у нас есть тронный зал с личными слугами для увеселений. Как пожелаешь. Моё имя Кирилл, я знаменитый сочинитель. Что мне сыграть для вас? Ну-ка, сыграй-ка мне что-нибудь про широкую славянскую душу, братан. Никаких проблем. Ну очень по-славянски. Сюда и все выбранные мной мастера переехали. Я уже успел по ним соскучиться. Кузнец-алкаш, алхимик-долбоёб, пизданутый некромант и рыжуля из Трум-Трума. Ах да, ещё к нам на службу прибыли три бомжа. Их можно посылать за разными ресурсами для алхимии и улучшения шмоток. Но в пещерах же так опасно. А у меня нет брони. Но я уже бегу. В общем, башенка мне понравилась, но пора бы уже и делами заняться. А дел у нас, я напомню, немало. Нужно попасть в царство мёртвых и воскресить пассию Димана, чтобы тот наконец откинулся. Для этого нужен ключ, заклинание, щит и дракон, который укажет, где находится вход в загробный мир. Кстати, Диман отравил всё осколье каким-то пердёжным газом и наслал туда свои летающие крепости. Вернуться туда мы всё ещё можем, но там мало что уцелело, так что игра продолжается в уже новой для нас локации под названием Арабасовы Фьорды. Тут нам показывают геймплей за дракона во всей красе. Летаешь себе свободно по огромной локации, можешь приземлиться на любом холме и обратившись к человеку найти какой-нибудь интересный квест, данж или просто что-нибудь забавное. Это на самом деле моя любимая часть игры, потому что контенты тут просто море. Но Диман умудрился и тут поднасрать нам. Вот эта вот сфера, ебаная, обладает свойством убивать всех драконов, которые в неё залетят. Чтобы свободно перемещаться по локации, нам придётся её отключить. Приземляемся на соседнем холме и заходим в телепорт. Он ведёт нас прямо к центру управления этими антидраконьими полями. О, любовь моя, смотри, кто к нам пришёл. Это фламенный рыцарь, дорогая. Несчастное существо попало во власть тёмного круга и теперь не может сменить облик и испепелить всех нас. Драгоценная моя, мы и запьём драконьей крови и сольёмся в порыве страсти. Какой, бля, ужас. Ничего мерзотнее не слышал. Я, конечно, знал, что Диман набирает в армию отморозков, но это уже слишком. Ну вот, теперь для нас открыта абсолютно вся локация. Можно летать, кайфовать, да жопу щекотать. Куда бы отправиться в первую очередь? Конечно же, в ебаную деревню. Местные сюляки ведь без моей помощи не справятся. Тролли! Нихуя себе! Вежливые тролли. Не нападают, пока диалог не закончится. Моё почтение таким манерам. Оказалось, что троллей на деревню насылает злой колдун из пещеры, которому не продали на базаре буханку хлеба, над что тот обиделся. И это даже не шутка. По рассказу местных всё так и было. Магический воротил их заебал своими приколами. То лягушек на деревню нашлёт, то комаров. И они решили объявить ему бойкот и не продавать продукты питания. Ну а дальше, какая, блядь, неожиданность, он начал гадить ещё сильнее. Находим в пещере виновника торжества и узнаём, что он тут рунами балуется. Сделал спавнер троллей с их помощью. А чтобы те не отпиздили его самого, начертил руну дружбы. Так, тут я нихуя не понял. По идее, когда я сломал руну дружбы, тролли должны были просто захуярить мага и продолжать нападать на жителей деревни. Но они почему-то просто пропали. Ладно, раз разрабам на это было похуй, то мне и подавно. Нас благодарят за помощь, но на этом наша работа тут не закончена. Селяночка жалуется на то, что у них пересох колодец, и надо бы сходить в пещеру и посмотреть, почему это, собственно, произошло. Вот только оказалось, что дело далеко не в колодце. А в пещере в той живёт злой демон, который совершил сделку с жителями деревни, чтобы те отправляли ему в жертву всяких путников, типа нас. А он в обмен не трогал село. Вот только он не учёл, что к нему может прийти не какой-нибудь там чмоха, а самый настоящий пламенный рыцарь. Да, неудобно вышло. Потом я столкнулся с лучшим актёром озвучки во вселенной. Местные охотники за привидениями пытались втюхать ему свои услуги за огромные бабки. А когда я предложил сделать всё абсолютно бесплатно, они почему-то поспешно съебались в закат. Мона, мы уходим. Зайдя в дом, я застал такую картину. Охуеть, прямо в стену ушёл. Ну настоящий Капперфиль. Фермеру я рассказал, что его пытались наебать. Тот поблагодарил меня и даже денег наскрёб. Так, блядь. Я, конечно, понимаю, что это всё игровая условность, но, сука, в награду за квест он дал 1200 золота. На минуточку, здесь недвижимость стоит 500 золотых за хату. А теперь посмотрите на этого человека. Разве он похож на богача? Да у него, блядь, мешок из-под картошки на голове. А я ведь даже не просил денег в награду, он мне их сам дал. Ебаный абсурд, дуристика, блядь. В общем, деревня эта меня утомила, и я решил полетать в поисках приключений на свою чешуйчатую жопу. А нашёл я их достаточно быстро, просто залетев на первые попавшиеся развалины. Там меня встретили фанатики плавенных рыцарей, а точнее одного конкретного. Арабаса. В честь него эта локация и называется, он раньше тут хозяйничал. Но после эксцесса с убийством избранного, охотники на драконов загнали его вот в этот люк. Фанатики просят меня, чтобы я его вызволил. Для этого нужно провести ритуал с использованием кубка этого самого Арабаса, моей крови и дурноплюща. Это по лору вселенной такое наркотическое растение. На самом деле, я сомневаюсь, что наркота так уж нужна для того, чтобы снять магическую печать с люка. Её Арабас сам наложил, чтобы его не достали охотники. И вот что-то мне не верится в то, что он такой «Заклинаю этот люк». Никто не сможет открыть его, пока не уебётся наркотой в говно и не прольёт кровь дракона из моего кубка. Ну да ладно, кубок я отжал у охотников на драконов, перебив весь их лагерь. Боюсь, мы не можем отдать его тебе. А дурноплющ выращивал торчок, живущий в деревне. Драконья кровь освободит нашего владыку. Сва-бег-нор-но-дон, арабас-але-оде, хлафор-дес-хра-ере, хеор-гене-атес. О, великий Арабас! Да спадёт печать! Значит, Арабас мёртв. Какая фатальная глупость. Да, Арабас помер в своём убежище. Но меня это, если честно, не сильно удивило. В отличие от того, что произошло потом. Не успел я выйти из этой гробницы и рассказать обо всём фанатикам, как оказалось, что далеко не все из них фанатики. Не так быстро, пламенный рыцарь. Ты мне не божество, чешуйчатая скотина. О, да! Ты дракон! А ты знаешь, что я и мои ребята делаем с такими, как ты? Мы их убиваем! Мы антидраконий патруль! Мы убиваем драконов! И едим! Мы охотники на драконов. По крайней мере, мы были ими. Эти ублюдки погнали нас, потому что у нас были проблемы с дисциплиной. Но мы по-прежнему жаждем пламенной крови. Тайбас! Роксан! Тоболез! Ретар! Клянь! Я понял, что вы все тут пиздатые, но может уже к драке приступим? Нет? Блядь. На что они рассчитывали? Я же прямо сообщил, что вырезал весь лагерь охотников на драконов, когда отдавал кубок. Они подумали, что раз они изертиры, то они пизжи своих соратников, которые прошли полное обучение? Хуйня какая-то. Отчаянные, в общем, ребята были. Даже жалко их. Потом я решил еще немного поисследовать локацию и наткнулся на странного вида строения. Какие-то катапульты, которые стреляют, блядь, огненными шарами. Деревянные хибары. Я их от греха подальше сжег нахуй. Оказалось, что это местные гоблины так здорово отстроились. И теперь при помощи катапуль сбивают пролетающие мимо дирижабли. Посреди этих сооружений я обнаружил пещеру, в которой меня встретил дружелюбный гоблин. Стой! Не дыши огнем! Мы не хотим сражаться! Наш хозяин Свальда, пусть защитят его знаки, хочет говорить с убийцей красномолотов. Ну, почему бы и не перекинуться парой словечек с их главарем? Может он что-то дельное спизданет. А, вот и крылатый демон. После тебя от моего клана даже углей не осталось. Я бы разговаривать с тобой не стал, но мне нужна твоя помощь. Ты преследуешь мой народ. Как будто сама природа сделала нас врагами. Однако я считаю, что элементарные законы жадности заставят тебя действовать вопреки инстинкту. Я предлагаю быевые трофеи, сундуки, полные зачарованных кристаллов и волшебные мечи, которыми можно сразить даже демонов из преисподней. Обмен я прошу одного. Принеси мне голову Аврелия, командира притерианцев, которые держат гавань. Всё, что мне было нужно, это человек. Или кто-то подобный, кто принёс бы этому дураку Аврелию мою голову. Пальшивую, разумеется. Стоит её коснуться, как голова взорвётся облаком яда. Да, он очень даже прав. Элементарные законы жадности ещё как заставят меня действовать вопреки инстинкту. Валадиби сам, вы это сделали. Вы понимаете, какая это победа? Такой подвиг заслуживает щедрой награды. Прошу, вот обещанный сундук золота. Своёобразные у тебя методы, хочу заметить. Хорошо. Он был незначительным, но довольно досадным препятствием. И ты же по-прежнему угрожаешь моим планом. Одним своим существованием, пламенный рыцарь. Я отомщу тебе за моих доблестных красноволотов. Теперь дракон умрёт. Блядь, какой позор, меня развели как лоха. Но ничего, он об этом пожалеет. Отлично сработано. Свальдо отправился к праотцам, так что Фьорды теперь в безопасности. Допквестов было ещё много, но про все рассказать я не успею. Да и были они не очень-то интересные. Из забавного могу добавить ещё, что я вставил философу в глазница два малахита, чем вернул ему зрение. А теперь стоит поведать вам о том, на что я потратил шесть часов своей жизни. А именно про замки офицеров Тёмного Круга и летающие крепости вокруг них. Всего таких замков в игре четыре штуки, плюс два микрозамка в отравленном Дамианом Асколье. Итак, куда же проебались шесть часов, спросишь ты. А я отвечу. Сейчас на экране ты лицезреешь процесс уничтожения противовоздушной обороны летающих крепостей в одном из замков. Процесс не очень долгий, но к четвёртому замку он достаточно заёбывает. Теперь, когда все баллисты, башни, гнёзда и прочие хуйности уничтожены, можно приступать к зачистке островов. Например, в данном замке их семь штук, на каждом из которых целая орда врагов и заветный сундучок с топовым лутом, а иногда и несколько таких сундучков. И вот, потратив час, я зачистил все острова и наконец могу войти в так называемое сердце замка. Там меня встречает ебанутый офицер. Добро пожаловать, дракон! Я так долго тебя ждал! Мы с ним пиздимся. Я побеждаю. И так по кругу. Все ёбаные замки. Теперь назревает вопрос. Нахуя я это всё делал? Ну, причины тут сразу две. Во-первых, я ебанутый, так как делать это было совершенно необязательно. Игра прекрасно проходится и без этой галиматии, но мне почему-то очень хотелось освоить весь контент. Во-вторых, из каждого офицера падает один кусок сета ультринга, лучшего сета брони в игре. И мне очень хотелось одеться в него перед тем, как закончить сюжетку. А раз уж я так старался, чарил шмотки и точил пушки, то уж будь добр, зацени, что у меня в итоге вышло. Я понимаю, что все эти цифры на экране тебе мало что говорят, но мне просто необходимо как-то оправдать своё проёбанное время. К слову, теперь любой противник умирает после первого же моего удара. Теперь вернёмся к сюжету. Первым делом находим заклинание, которое позволит увидеть вход в чертог отражений. Оно лежит прямо в нашей башне, на столе, его там Махас любезно оставил. Заклинание проявления невидимого. Мы нашли его. А Лайкин даже не знал, чем владеет. Теперь займёмся поисками того, кто нам подскажет, где собственно искать дверь в царство мёртвых. Забавно, но игра нам по сути не даёт подсказок, куда же идти, чтобы исполнить эту задачу в контексте повествования. На карте просто с самого прибытия Варабасовой фьорды висит маркер на какую-то древнюю пещеру. А когда мы к ней приближаемся, Талана в нашей голове говорит. Кстати, я на этом моменте не особенно акцентировал внимание, но Талана постоянно говорит нам, что делать. Комментирует все наши решения и даёт подсказки. И это очень важная деталь. Просто держи её в голове, окей? Запомни до конца ролика. В этой древней пещере находятся три бюста Ленина, и каждый просит, чтобы я накормил его семенем. Но, к сожалению, не своим, а определённого великого дерева. А деревья эти мало того, что разбросаны по всей карте, так ещё и семя своё просто так не отдадут. Первая попросила меня, чтобы я избавился от Гоблина, который... Мочится на мои корни с невероятной дерзостью. У меня нет сил это выносить. Убей злодея, и ты получишь из комы. Замечательно! Гоблина я умертвил, после чего дерево поделилось со мной своим... Симен. Второе дерево попросило умертвить надоядливую виверну. Да прибудет твоя власть в небесах. Возьми... Ком. Они утолят голод. Бой next door. А третье поделится семенем, только если я правильно отвечу на загадку. Болтается у бедра, висит под ремнём. Иди, щель, а сам он упруг и жёсток. Наведи его на цель, и он сам знает, что кое-где для него найдётся давно известная дыра. Пиздец какой-то. Что за квест такой? От непошлости. Ну или это я озабоченный? Загадочку я успешно разгадал, и дерево отдало мне свой... Кант. Ладно, всё, хватит. Я пришёл и накормил бюсты семенами, после чего они открыли мне дверь. А за дверью... Те, чьи глаза горят иным цветом, всегда были мне заклятыми врагами. Но что такое капля чужой крови в твоём теле, по сравнению с пламенем драконов, что пылает в твоей душе? Дракон оказывается старейшим из всех истинных драконов, и он любезно открывает для нас проход в чертог отражений. О, опять ты, лысый. Дракон, старый ящер ни за что не открыл бы мне чертог отражений, но... Теперь его врата прямо-таки распахнуты для меня. Твои подвиги ничего не изменят, дракон. Войны не избежать, в лучшем случае ты её немного отсрочишь. Пойми, всё, что ты делаешь, тщетно. Фигуры на доске уже расставлены, игра вот-вот начнётся. А я начну с того, что уберу маленькую пешечку, которая мне мешает. Прощай. Был рад знакомству. Да-да, конечно, твои солдатики мне очень навредят. Продолжай, пожалуйста, их присылать. Спасибо большое. Так, дальше по списку у нас ключ от двери в мир мёртвых. Где же его искать? Ну, в книге Махаса я прочёл, что он припрятал его под носом у Ловиса, а значит ключик где-то во сколье. И тут опять эти ебучие летающие крепости с замками, баллистами и прочей хернёй. В общем, все баллисты я уничтожил, обследовал все замки и убил ещё парочку офицеров. Ах, вот и ты. Послушай, что ты по-твоему делаешь? Ты громишь мой замок, пытаешься остановить тёмный круг. У тебя же ничего не выйдет, деточка. Проще вычерпать ведром океан. Дракон, ты же умрёшь здесь. Жаль, что тебе не хватило ума встать на сторону проклятого. Да, конечно, предыдущие восемь твоих товарищей по рангу не справились, но вот ты, да, именно ты сможешь дать мне пизды, разумеется. Ой, что-то не получилось, какая жалость. Короче, облетал я всё осколье и наконец нашёл будку сторожа шахты. Он рассказал мне, что в самой шахте, ещё до того, как тут настал местный апокалипсис, они откопали какой-то древний храм, после чего оттуда полезли фанатики Тёмного Круга. Ну, мне ебать определённо туда. Залезаем в шахту, убиваем по пути всё, что движется, и добираемся до главного злодея. Какая удача, человек! Давненько я не рубил на кусочки тёплую плать. Дракон пытается свергнуть проката, но найдёт свою погибель. Я нашёл Сигилу, и теперь он принадлежит Дамиану. Давай, ящерка, отними его ума! Блядь, давайте-ка засечём, сколько он продержится после всех этих воебонов. Да, не густо. Кстати, это был не просто демон, а тот самый, который дал пизды Ловису. Теперь я даже иначе начал смотреть на наказание Махаса. Пусть, блядь, гниёт в этой башне до скончания веков. Прикинь, растишь себе с юных лет пламенного рыцаря, наставляешь его, учишь, душу вкладываешь, а он в итоге получает пизды от какого-то демона-чмохи. Ёбаный в рот. В общем, ключ от ворот в Мир Мёртвых выпал с трупа демона, и теперь три из четырёх пунктов выполнены. Осталось добыть последний ингредиент. Магический щит, который укроет нас от губительного влияния того света. А его за нас уже нашёл Зандалор. Осталось только сгонять Валерот и забрать его у деда. А вот тут загвоздочка. Попасть в Валерот можно только на дирижабле. Почему? Да я сам не ебу. Мы же дракон в конце концов, чего нам стоит туда на своих двоих долететь? Это и быстрее будет. Но игра требует, чтобы мы опять летали по всей локации в поисках деталей для дирижабля. И вот я всё собрал, дирижабль починили, и добро пожаловать в Валерот. Ах, культурная столица Ревелона. Ну просто красота. Не успел я вылезти из дирижабля, когда меня вновь доебались. На этот раз это была Райна. Ну помнишь, та баба, которая охотнится на драконов. Не утруждайте себя, капитан, мы знакомы. И эта дрянь совсем не то, чем кажется. Пусть доспехи охотника не вводят вас в заблуждение. Боюсь, я вас не понимаю. Что вы имеете в виду, мастер? Это... это ошибка природы. Эту тварь следует казнить на месте. Убейте дракона! Нет, я сама убью! Батин! Должен признаться мне плевать, рыцарь это или охотник. В город может войти любой, кто готов помочь Алероту. Это мое окончательное решение. А теперь отойдите и не мешайте. Я все сказал. Извольте подчиняться моим приказам. Нет! Я не собираюсь смотреть, как вы впускаете это чудовище в город. Я давала клятву истреблять драконов до последнего. Я уже предупреждал вас, офицер. Вашего клинка будет очень не хватать в битве. Но вы не оставляете мне выбора. Гвардейцы, взять ее! Бля, какой же бред! Я вырезал своими руками целый лагерь охотников на драконов, а посадили ее, а не меня. Ладно, надо торопиться. Городом насладиться не получится, так как тут начался какой-то майдан. А все из-за того, что щит для нас Зандалору пришлось доставать из другого измерения. И вместе с ним он, как фокусник из шляпы, достал еще и кучу демонов, нежити и прочей неприятной хуйни. И все это добро пошло дружно громить город, чем жители, естественно, недовольны. Помогаем Зандалору закрыть все порталы, он отдает нам щит, ииии... Все! У нас все готово, чтобы исполнить предназначение! Пиздохаем в место, на которое указал нам старейший дракон, читаем заклинания, чтобы сделать дверь видимой. Я почему-то как-то иначе ее себе представлял, блять, не знаю, как портал какой-нибудь, а это реально дверь, каменная дверь. Ладно, хуй с ним. Чтобы добраться до Игрейна, нам придется пройти через испытание, которое подготовил нам Харон. Кто такой Харон, я надеюсь, объяснять не надо. С нами на баттл выйдут те, кого мы убили за игру. На бой вышли мои бывшие товарищи по оружию, Умри! Охотники не прощают предателей. Шашан. Я убью тебя! Я разорву тебя на части и буду преследовать до конца твоих дней и после смерти. Амадузий. Отличный шанс разорвать тебя на куски. Уж его-то я не упущу. Лайкин. Страницу за страницей я заполнял книги фантазиями о том, как буду пытать тебя. Любовники из Черного Круга. Что ж, приступим. Я буду жечь, а ты рубить. Как ты пожелаешь, любимая. И Демон Баал. Даже демоны учатся на своих ошибках, чего нельзя сказать о тебе. Запомни, владыкам преисподни, нельзя давать шанса отомстить. Дураки всегда проигрывают. Давно пора уяснить, что не стоит сердить дракона, ибо он страшен в гневе. Окей, это немного странно. И так же понятно, что если я их всех один раз уже отпиздил, то еще раз это сделать мне труда не составит. Могли бы одновременно все выйти на бой, так бы хоть интерес какой-то был. И вообще, какого хуя тут делала Шашан? Она же, по сути, нежить без души. Просто кукла, слепленная из кусков трупов и подчиняющаяся приказам некрофила. Интересно, есть ли душа у воскрешенной нежити? Ладно, это уже какие-то философские девари, а такие мысли, как ты помнишь, до добра не доводят. Победив всех противников, мы наконец добираемся до Игрейны. Наконец, Диман будет повержен, столько он говна уже натворил. Последний шаг. Чтобы воскресить Игрейну, нам необходимо предотвратить казнь в ее воспоминаниях. Вот только Зандалор и Избранный с этим не согласны. Умри с честью. И приходится избавиться от них. Ну, в конце концов, это же просто воспоминания, но на всякий случай, извини, дедуль, ты мне неплохо помог. Мои палачи лежат мертвыми у твоих ног. Память вернулась ко мне. Я снова буду жить. И когда я очнусь в холодной могиле, теплые руки возлюбленного будут ждать меня. Диман, возлюбленный мой, я буду жить. Твоя же история, мой герой, подошла к концу. Рад видеть тебя, пламенный рыцарь. Я избранный, я все еще жив, если существование в этом ущербном мире можно назвать жизнью. И все же, как часто я кричал, пытаясь дозваться до того, кто помогает темной, возлюбленной Дамиана. Даже из-за грани, из чертога отражений, Игрейна искала смертную душу, достаточно сильную, чтобы освободить ее, и достаточно слабую, чтобы оставаться в ее власти. Она нашла, что искала. Она нашла тебя. Посвящение в Охотнике наделило тебя силой дракона, но ритуал не был завершен как следует, и это смутило твой разум. Это Игрейна привела тебя сюда. Не Талана. Выдавая себя за последнего пламенного рыцаря, Игрейна показала тебе картину будущего, которая ввела в заблуждение даже моего доброго друга Зандалора. Она заставила вас поверить, что жизнь Игрейны это смерть для Дамиана. Нет, пламенный рыцарь, это была ошибка. Возрождение Игрейны дарует Дамиану неуязвимость и бессмертие. Мой сын сам рассказал мне об этом. Он и его возлюбленная каждый по-своему искали выход из чертога отражений. Игрейна первой нашла решение. Она сделала ставку на тебя, и тебе удалось преодолеть все испытания, и даже устоять перед Дамианом, который до конца не знал, что ты спасаешь душу Игрейне для его же блага. Мы проиграли. Что за херня? Получается, все это время в нашей голове была Игрейна, а не Талана? Она просто управляла нами? Это все было напрасно. Мы лишь помогали Дамиану. И теперь его армия уже наступает на Ревелон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова